Здравствуйте! И снова вопрос о любви, вопрос о семье. Мне 23 года, я девушка, еще не замужем. Очень редко влюбляюсь, но если это происходит, то всегда как-то неблагоразумно. Сейчас я сильно влюблена, но боюсь строить отношения и думать о семье с этим человеком. Проблема. Он не воцерковленный, иногда циничный, иногда может и пошутить весьма неприлично. Часто выпивает, хотя это и норма для нынешних людей. Это иллюзия. Но я идейная трезвенница. Вот девушка перечислила то, что ей не нравится. Циничный, может и пошутить неприлично. Часто выпивает. А я идейная трезвенница. Да, это ее раздражает. В нем есть достоинства. Он очень умен, по-своему добр, по-своему. Справедлив, щедр. Но все же мы во многом не совпадаем. И когда он от меня далеко, я могу холодным разумом вспомнить и перечислить все его недостатки. Но когда я начинаю с ним общаться, а прекратить общение полностью я не смогла бы, даже если бы захотела, все мое благоразумие куда-то улетучивается. Хочется быть только с ним, слушать его, смотреть на него, обнять его. И если бы я была влюбчива и знала, что это у меня быстро пройдет, я бы и не беспокоилась. Однако знаю, я влюблена всего лишь второй раз в жизни. И первый раз отходила от расставания и вообще от чувства несколько лет. Тяжело перенесла расставание нам. Я не могу этого контролировать. Но я знаю, что мне нужно отстраниться от этого человека и отстранить его от себя. Но время идет. Хочется любви, заботы, семьи, детей в конце концов. Неужели нужно строить семью изначально с тем, кого не любишь, но кто подходит по разуму, по жизненной позиции? Я просто сомневаюсь, что смогу быть нелюбимым. И, может, мне тогда стоит остаться одной и уже не искать кого-то? Может, не судьба мне иметь семью? Что я могу сказать? Что-то прямо так много всего сразу хочется сказать. Во-первых, в начале письма девушка пишет «Я очень редко влюбляюсь, но если это происходит, то всегда как-то неблагоразумно». То есть ощущение такое, что вообще у нее такой уже опыт, то есть она влюблялась неблагоразумно, потом еще, опять, еще, опять. И вот как-то так, ну сколько-то раз, три-четыре-пять раз. Но на самом деле только второй раз. А вывод она уже сделала, что как-то неудачно все время это происходит. И тут сразу же как-то так, думаешь, что-то здесь… Второе, на что я обращаю внимание и прямо сразу как-то… Здесь чего-то в этом письме нет. Вот совершенно нет, отсутствует, пустота какая-то. Чего нет? Девушка говорит о себе, рассуждает о своих мыслях, о своих чувствах, о своих сомнениях, о том, что ей нравится и не нравится. Но совсем не говорит о том, а как он к ней относится. То есть вот эта вот, она как-то не учитывается, как будто бы он игрушка, вещь какая-то бездушная. А как он к вам относится, милая девушка? Вы про это ничего почему-то не сказали. И это не просто вы забыли. В этом есть что-то, что-то. Почему вы об этом не сказали? Это не просто, ай, забыла, да, надо было вот это написать. Нет, это не просто забыла. Это вы просто не посчитали почему-то это нужным, важным. Или отложили куда-то и упустили этот момент. Это не просто так. Вот здесь вот в конце пишите, например. Неужели нужно строить семью изначально с тем, кого не любишь? Так вы его любите или не любите? Но кто подходит по разуму, по жизненной позиции? Просто сомневаюсь, что смогу быть с нелюбимым. И может мне тогда уже остаться одной? Здесь вы не говорите о том, что вот он меня любит. Вот он-то меня любит, и я хотел быть любимой. Вот вы этого не говорите. Как будто это не учитывается совсем. В этом отношении письмо – вот такой провал. И здесь вам нужно хорошенечко, я сейчас с автором говорю, хорошенечко подумать, а почему вы этот момент упустили? Что-то не так вообще-то. У вас какие-то сомнения вообще, любите ли вы его? Потому что сейчас я сильно влюблена, а в конце сомневаюсь, что смогу быть с нелюбимым. И может мне тогда стоит остаться одной и уже не искать кого-то? Может, не судьба мне иметь семью? Нет, нет, что вы, в 23 года делать вот такие выводы, что вам не судьба, и что лучше остаться одной? Что вы, ну, если бы вам было не 23, а 32, ну, тут еще можно было бы какие-то такие вопросы ставить. А в 23, что у вас еще все впереди? И вот эта категоричность такая у вас какая-то есть. Во-первых, она проявляется в том, что если вы влюбились, то прям, ба-бах, серьезно. И в прошлый раз, когда вы расстались с молодым человеком, то вот это расставание переживали несколько лет, вы в себя приходили. Это вот такая категоричность. С одной стороны, это хорошо, но в этом есть, согласитесь, и минусы. Потому что, ну, как-то уж вы больно, второй раз сейчас боитесь переживать все эти потрясения, что были в первый раз, поэтому думайте, ну, или вот вымут сейчас с головой, либо уж совсем не судьба мне иметь семью. Не-не-не, что-то не то, что-то здесь не то, что-то не так. Как он к вам относится? Любит ли он вас? Вообще, вот в этой связке мужчина-женщина очень важно, чтобы мужчина любил женщину. Мужчина вообще не сможет жить с нелюбимой женщиной. Он просто не сможет. Любит ли она его? Ему это уже вопрос второй для мужчины. Для него это вопрос второй. Он может пережить, и ничего страшного. Он не любит она его. Только лишь бы она его уважала, ценила, не изменяла бы ему, была ему верна. В принципе, его это в общем может устроить, и он может быть вполне себе счастлив. Он живет с любимой женщиной, она его уважает, она ему верна. Что еще надо? Для мужчины это так. Для женщины обратная ситуация. Для нее важнее быть любимой, чтобы он ее любил. Если он ее любит, если он ее уважает, если он о ней заботится, в принципе, а чего бы ей не жить так-то? Она может быть ему верной женой, рожать ему детей, воспитывать этих детей. В принципе, быть довольной жизнью. При этом может к нему такой любви даже и не испытывать. В принципе, это нормально. А вы здесь не говорите о том, как он к вам относится. Он вас любит, жить без вас не может. Мне кажется, вам что следует сделать? То же самое, что всегда женщины во все времена делали. Мужчина пусть решение принимает, а не вы. Если он сделает вам предложение красиво, подарит вам колечко, скажет, будь моей женой. А вы, я подумаю, скажете или согласитесь, возьмете паузу подумать. Но это он должен сделать вам предложение, это его должно быть решение. Такое ощущение, что вы собираетесь сделать ему предложение и сомневаетесь. Вас мучают сомнения, боюсь строить отношения, думать о семье с этим человеком. Как будто бы вы будете строить семью, строить отношения, принимать решения. Вам нужно поступить так, как положено женщине. Оставить ему время выбора и принятия решения. Он мужчина, он должен выбирать. А чтобы у него хорошо работал аппарат мозговой, вы его до постели не допускайте. Нет, дорогой, сначала дело должно до колец дойти, а потом уже будем о постели говорить. Вот и все. А пусть он думает, хочет он с вами жить или не хочет. Если он не хочет, он отойдет. И если он не хочет и отойдет, то лучше пусть он сейчас отойдет, чем вы какими-то сейчас ими же весе, путями все-таки его на себе жените. А потом он от вас отойдет лет через пять, когда вы и сами уже не захочете с ним жить, нахлебаетесь и детей родите, и еще дети пострадают. Так что вот так. Подумайте над теми вопросами, которые я вам задал. Почему вы здесь про него ничего не сказали, про его отношение к вам? Любит ли он вас? Чувствуете ли вы себя любимой? Ну и в завершение еще раз скажу. Вам совершенно рано делать такие выводы, которые вы в конце ставите вопрос. Может, мне не судьба иметь семью? Совершенно рано. Вы молоды, у вас все еще впереди. Жизнь сложная штука. Найти себе спутника жизни достойного – это непростая задача. Если у вас один раз не получилось, второй раз не получилось, это не говорит о том, что вы неудачница. Это нормально. Желаю вам помощи Божьей, чтобы у вас все сложилось. Помогай Господь! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok